Друзья, нажиманы, рыболовы, аудорщики, диванные и реальные. Всем привет! Сегодня нас ожидает очень нехилый раскабанинг. И по традиции нашего сообщества я должен непременно показать нож, которым я буду вскрывать коробку. Это будет кабар ворток. И внутри стильные черные коробки. Поехали быстренько смотреть, что это. Это TRC Classic Freedom. Classic Freedom это переосмысленная модель, полюбившаяся всем поклонникам ножей TRC. Она называлась раньше Splinter Deluxe. Так это выглядит в руке. Такой маленький, юркий нож. Очень красивый. Я, честно говоря, сразу этот нож не очень полюбил, когда первый раз увидел. Но потом как-то проникся. Мне горчичное нравится. Ну, черное это такой классический цвет. Так, на вид сходу мне, конечно же, как прошлый Splinter Deluxe. Никаких изменений. Но надо посмотреть внимательнее. Сравнить с ножом прошлой генерации. Мой друг Олег, владелец прошлой модификации, Splinter Deluxe, меня просветил, что Classic Freedom стал толще в обухе на 0,4 мм. А сам клинок стал длиннее на 3 мм. И, по-моему, и первое, и второе к лицу этому ножу. Уже знакомая это полированная Микарта с такими бороздами. Крупные, фирменные, узнаваемые втулки. Скругленный обух, насечка такая мелкая. Спуски от 2,3. Причем это на таком тонком клинке. Мне сначала это не нравилось, честно говоря. Но я же повторюсь, со временем проникся и даже вижу теперь в этом некую прикольную фишку. Эти такие своеобразные сканди-спуски, если так можно сказать, на очень тонком клинке. Это необычно. Этот нож именно для таких ножеманов, туристов, рыболовов, без претензий на какие-то брутальные работы, рубку и тому подобную чушь. Вот такого ножа хватит за глаза для большинства задач. Ножны в комплекте. Кожа. Хоть я и не люблю кожаные ножны, вообще ни в каком виде, но вынужден признать, что ножны TRC кожаные, это, пожалуй, лучшее, что я видел из кожаных ножен. Для таких привередливых, как я, Андрюс теперь сделал Кайдекс. Тот же ЦЦ под палец. Та же унификация для подвеса. Вот теперь это красота, как по мне. Еще один классик Freedom. Следующее. TRC. This is Freedom. Я всегда, когда слышу слово Freedom, мне сразу всплывает Мэл Гибсон в образе Вильяма Волоса из Храброго Сердца. Freedom! Вот так выглядит нож. Все, кто знаком с TRC, те примерно знают уже, что это. Естественно, как всегда, это безупречное качество. И моя жена говорит, что ей не нравится ножи TRC, потому что они слишком идеальные. Ей жалко им что-то делать. У меня есть щепка старого образца. Все равно по привычке мы все будем называть это щепка какое-то время. Хотя сейчас это уже называется. Это свобода. И, конечно же, интересно сравнить старую модификацию этой модели с новой. Вот так это выглядит вместе. Видите, немного, конечно, сбивает то, что цвет рукояти другой. Но такое изменение в лоб, это, конечно, скругленный обух. Это придает ножу такую еще большую вылизанность. И другой тип плашек рукоятки. Это такая полированная микарта, когда она не заподлицо с бланком, а немного выступает. Бланк клинка. Причем он выступает и он тоже скруглен. Посмотрите на качество прилегания плашки микартовой. Везде очень четко, очень ровно торчит металл. Мне старая модификация рукояти чисто тактильно нравится больше. Она более шершавая, более зацепистая. Да, со временем такая микарта темнеет, пятнами засаливается. Но вот так сходу, пока он новый, в руке это приятней. Но готов признать, что новая модификация стала еще более изящной, еще более продуманная на вид. Потому что мне вот так отдельно казалось, ну это прям потолок. Но сейчас вместе я вижу, что старая модификация по сравнению с новой достаточно топорно выглядит. И это странно. Касаемо ножей TRC. В руке это выглядит вот так. Это такой полноценный универсальный резак. Без всяких психов. С батонингом, с каким-то адским выживанием. Охотникам, рыболовам очень полюбился этот нож. Еще в прошлой генерации. Я уверен, что полюбится и в этой. Ножны кожа. Нож сидит очень плотно, как и все ножи Андриуса. Никаких там болтанок. Никаких косяков, нисходников. Все красиво прошито. Но кожа, конечно, на любителя. Я, если честно, не люблю кожаные ножны. В каком бы виде они ни были. Поэтому для таких хитро сделанных, как я, теперь есть у This is Freedom кайдексные ножны. Вот теперь мне нравится все. Кайдекс это действительно очень функциональная штука. Разные типы подвеса возможны. Клипс, это клок. Фирменный зацеп Андриуса под палец, чтобы легко вытащить нож. Заходит с щелчком. Я обожаю кайдекс. Только лишь потому, что я всегда боюсь прорезать кожаные ножны. И у меня такое уже не единожды было. С кайдексом этой проблемы просто нет. Прошлый сплинтер был такой более брутальный. Если такое вообще можно применить к этому ножу. Сейчас он стал ну прям полочник в лучшем смысле этого слова. Поехали дальше. О, это тоже новый нож. Относительно новый. Южный полюс. Это то, что раньше называлось К1. У меня опять же нет сейчас К1 в руках. Но здесь кайдексные ножны. Это круто. Это в руке держится очень круто. Так это выглядит в руке. И я вам скажу нож крайне крут. Я держал К1. Он у меня так прошел в обычном режиме. Ну, классный, да и классный. Этот мне понравился больше. Если This is Freedom то, что был раньше сплинтер 120 это универсальный резак то это просто универсальный нож. Подходит в какой-то мере и для крутого реза в какой-то мере и для всякого извращения с выживанием с батонингом. В общем, если и бывает универсальный нож то Южный полюс один из клиентов на эту роль. Такая микарта она с такими пупырышками и есть в этом что-то из мира милитари. Не знаю почему но мне это рукоять какие-то милитари ножи ассоциативно напоминает. Посмотрите какие насечки. Я всегда обращаю внимание на насечки. Мне кажется это прям какой-то маркер качества ножей маркер продуманности. Это такие крупные овальные пропилы и выглядит прикольно и на ощупь прикольно. Ножный кайдекс. Ну и вы в общем все поняли уже. Вы слышали да? Это челчок. This is freedom еще один. Classic freedom еще один. Еще один This is freedom. Большая коробка оставлю на десерт. Еще один Южный полюс. Classic freedom. Classic freedom. Classic freedom. Много повторов. Так что уж простите особо так не интересно. Посмотрим большую коробку. Мне самому невероятно любопытно. только полюбуйтесь на это. Как это называется? Апокалипсис. Апокалипсис. Аж холодок пробрал. Апокалипсис. Этот нож я задумал все помните когда обещали конец света. Этот нож сделал для себя. Чтобы с ним можно было и рубить и резать и название апокалипсиса. Вот мы и появились. Такой большой лагерный нож. Посмотрите как это выглядит в руке. Причем я сам много раз видел на видео этот нож в руке. И поэтому я уверен что я не смогу передать этот масштаб и этот хайп от удержания такого ножа. Зацените эту толщину обуха. Да это нож совершенно с другой категории возрастной. Но тем не менее и то и то нож и то и то фикс вполне себе полноценны. И держать нож вот с такой толщиной обуха в руке это совершенно другие эмоции. Особенно эффектно гринд выглядит ближе к кончику. Такая игра плоскостей. игра финишей. Если вот на спусках это сатин поперечный. На голомене. Не знаю как это правильно называется. Потом на таком своеобразном сведже тоже сатин. Игра толщин вот сверху на обухе. Очень красиво. Рукоять микарта. Микарта зацепистая такая. Крупные втулки уже привычные нам. И на хвостовике торчит бланк клинка. И образуют собой такой своеобразный скал крашер. Или стеклобой. Кто как применяет. Здесь насечки есть не только на обухе, но и под мюзинцем. Не знаю насколько они функциональны. Андрюса виднее конечно. Но наверное при какой-то такой активной рубке когда нож норовит вылететь из руки то в этом что-то есть. Наверное именно в этом месте такой последний оплот удержания ножа в руке. Когда вы держите такую штуку в руке то эмоции сами собой возникают. Прямо хочется побежать и рубить все направо и налево. Это такой стальной тестостерон. Если можно чем-то сравнить из моих ножей апокалипсис то это с этим кабаром но вынужден признать что вместе они совершенно разные ножи кабар выглядит как-то нелепо как бутафория какая-то скорее причем наверное из-за толщины обуха даже той брутальности которая была раньше в кабаре ее сейчас нет апокалипсис конечно совершенно другого класса нож ножны кайдекс и эти ножны уже делают как раз тот же образ что у меня возник с ножом м1 кажется что в руке у вас уже не нож а что-то из мира огнестрельного оружия послушать этот челчок ну и зацеп под палец да все было приятно провести это время в лесу с такими крутыми ножами уже вечереет практически темнеет наш раскабанинг был крут но он к сожалению закончился все пока Я его даже не монетизирую, только максимально объективный, честный, ну, насколько это вообще возможно, обзоры ножей. Ну и рыбалка, там вообще без вопросов. Если нож говно, то я его даже не обзорю. Если нож идеальный, как в случае с большинством ножей TRC, то, ну, надо признать, что он идеальный. В большинстве случаев, конечно, нож имеет и немножко говна, и немножко шоколада. Да, у меня есть это нажиманское счастье, на какое-то время иметь в руках этот ящик ножей. Но я вас уверяю, все обзоры максимально честные, и на этом YouTube-канале никогда не будет бизнеса. Так что, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием, а я, в свою очередь, обещаю вам максимальную честность. Все, пока!